С первым вдохом мы появляемся на свет, с последним выдохом его покидаем. В течение всей жизни мы совершаем, пожалуй, самый важный процесс – процесс дыхания. По биологическим потребностям человек может прожить неделю без воды, примерно месяц или чуть больше без еды. Несколько дней он может прожить без сна, но его жизнь оборвется через несколько минут, если он перестанет дышать. Можно ли научиться контролировать свое дыхание? И как использовать его целебные свойства? Компания «Лотос» представляет инновационную разработку российских ученых – профессора, доктора физико-математических наук Евгения Кустова и кандидата биохимических наук Владимира Фролова. Дыхательный тренажер «Фролова ТДИ-01». С 2005 года компания «Лотос» является единственным производителем подлинного тренажера «Фролова» по патенту изобретателей. С помощью тренажера можно повысить насыщение крови кислородом, можно изменить соотношение кислорода и углекислого газа в организме, что влияет на работу клеток, можно повысить эффективность выработки энергии в клетках, можно расправить спавшиеся участки легких, можно обеспечить эффективную вентиляцию, эффективное кровоснабжение практически любого органа, снижается уровень сахара в крови, повышается активность иммунной системы. И все это благодаря правильному дыханию на тренажере «ТДИ-01» – третье дыхание. Тысячи людей сделали вывод – тренажер «Фролова» – лучший помощник тех, кто заботится о своем здоровье. Аппарат успешно прошел клинические испытания и одобрен Минздравом России. Изобретение ученых по достоинству оценено и награждено дипломами и медалями Европейской Академии Наук. Тренажер «Фролова» получил международное признание. Он зарегистрирован и успешно применяется не только в России и странах СНГ, но и в странах Евросоюза как прибор медицинского назначения. Применяется в терапии, педиатрии, пульмонологии, урологии, эндокринологии, психиатрии для лечения широкого спектра заболеваний, снятие стрессов, восстановлении всех функций. Тренажер «ТДИ-01» прост в использовании, эффективен, безопасен, рекомендован для всех поколений. Всего 15 минут занятий восстанавливают иммунитет, повышают резервы организма, останавливают разрушительные процессы в организме человека, нормализуют кровообращение и обмен веществ, способствуют очищению всего организма, снимают напряжение в нервной системе, способствуют равномерному распределению энергии в клетках, устраняют причины возникновения болезней от гипертонии до опухоли, замедляют процесс старения. Дыхание – это процесс, на который мы обращаем очень мало внимания. Оно происходит автоматически, без участия нашего сознания. Но единовременно с этим большинство людей дышат неправильно. Как можно неправильно дышать, если дыхание – это самопроизвольное действие организма? Ученые доказали, что со временем наши дыхательные мышцы становятся ленивыми и перестают обеспечивать оптимальный режим вдоха и выдоха в результате эмоциональных стрессов, гиподинамии, либо чрезмерных физических нагрузок. Древние целители считали, что человек, познающий дыхание, познает свой дух, тем самым обретает гармонию между душой и телом. Именно поэтому несколько тысячелетий назад люди первостепенное значение уделяли процессу дыхания, проще говоря, источнику энергии, которую мы черпаем из окружающей среды. От правильного использования этой самой энергии зависит наше здоровье и продолжительность нашей жизни. Попробуем разобраться в сложном процессе дыхания. Ученые-исследователи установили, что человек состоит из 70 триллионов клеток, и все они должны дышать. Легкие расширяются, и альвеолы, крошечные пузырьки, из которых состоят легкие, наполняются воздухом. Кислород поступает в органы и ткани, а затем и в клетки, где происходят окислительные реакции, необходимые нам для обмена веществ. И вот в этом случае отечественные и зарубежные ученые пришли к интересному выводу. Кислород, столь важный для нашей жизни и ее процессов, может быть смертельно опасным врагом для нашего здоровья. Наука называет это парадокс кислорода. Один из знаменитейших ученых, Бернаус, совершенно справедливо назвал кислород двуликим янусом, который, с одной стороны, да, он оказал жизненно важное влияние на все процессы эволюции, на все процессы жизнедеятельности в нашем теле, но в то же время он является одним из самых сильных ядов, которые только существуют в мире. При ряде неблагоприятных внешних воздействий, при ряде неблагоприятных внутренних состояний, кислород, точнее его активные формы, или как их называют в медицине, кислородные радикалы, начинают оказывать неблагоприятное влияние и становятся предтечей, источником, тем пусковым фактором, который запускает патогенез, то есть механизм развития хронических воспалительных заболеваний, опухолей, стрессов и многих-многих других проблем, которые потом приходят к человеку. Мы делаем тысячу вдохов в час, 24 тысячи в сутки, 9 миллионов в год. Если проанализировать, то можно сделать вывод. Наш организм похож на костер. В нем сгорают питательные вещества и проходят реакции окисления. Чем быстрее и больше поступает в организм кислорода, тем быстрее этот костер догорит. Таким образом, можно говорить о связи дыхания и продолжительности жизни. От этой энергии зависит все в нашей жизни. Все процессы жизнедеятельности, физиологии, мышления, эмоций. Гиппократ, Авиценна, знаменитые врачи древности знали, что все это самый-самый важный процесс. Нужно уметь дышать правильно. И они сделали важное наблюдение. В зависимости от того, как человек дышит, такой будет его жизнь. Древние йоги хорошо знали, дыхание играет огромную роль в процессе жизнедеятельности. Нет дыхания – нет жизни. Дыхание – это жизнь. Еще одно наблюдение. Чем медленнее и спокойнее дышишь, тем дольше живешь. Сравните. Собака делает около 40 вдохов в минуту. Человек 17. Черепаха от 1 до 3 в зависимости от вида. Собака живет в среднем 20 лет. Человек 70. Черепаха почти 500. Древние целители считали, что наше долголетие напрямую зависит от глубины вдоха. Тот, кто дышит глубоко, вентилирует свои легкие на большую глубину. Этот процесс помогает удалять из нижней части легких застоявшийся воздух и уничтожать питательную среду для размножения микробов. Есть и другие причины, связывающие долголетие с медленным и глубоким дыханием. Например, при глубоком дыхании диафрагма массирует органы брюшной полости. Это естественная и важная дополнительная функция дыхания, которую часто упускают из виду. Массаж печени, желудка поддерживает их в хорошем рабочем состоянии, удаляется старая отработанная кровь, обеспечивается приток свежей, насыщенной кислородом. Ученые доказали, используя дыхание, можно решить многочисленные проблемы со здоровьем. Правильное дыхание может вызывать в организме радость, печаль, тревогу, стресс, болезни и даже привести к преждевременной смерти. Каждая эмоции соответствует свой дыхательный ритм. Наблюдая за дыханием человека, опытный врач легко может определить, что чувствует его пациент. Каждый человек сам способен управлять, контролировать свое дыхание. Сознательно замедляя дыхание, человек может расслабиться, успокоиться. Но мобилизуя свое дыхание, ускоряя его, делая его более активным, человек может сосредоточиться, сконцентрировать силы для решения любой задачи. Во многом именно от правильного дыхания зависят и достижения в спорте. Практически невозможно добиться высоких результатов, если не умеешь правильно дышать. Контроль правильного дыхания увеличивает эффективность тренировок в два, а то и в четыре раза. Кроме того, дыхательные тренировки устраняют последствия гиподинамии. Малоподвижного образа жизни, характерного для большинства жителей современных городов. Древнему человеку было абсолютно не нужно думать о том, правильно ли он дышит. Сам его образ жизни был созвучен природе. И этого было достаточно, чтобы гарантировать правильное дыхание. Его активный образ жизни заставлял легкие работать с максимальной эффективностью. В периоды отдыха человек расслаблялся. Это способствовало правильному дыханию. У нас другая ситуация. Наш образ жизни очень далек от естественного, от природного. И поэтому практически у всех людей дыхание становится неправильным. Оно приобретает черты патологического дыхания. ритм дыхания становится рваным, дыхание становится частым, поверхностным, неритмичным. В какой-то степени можно сказать, что это соответствует поверхностному и хаотическому ритму нашей жизни. Можно сказать, что это вполне естественный процесс. Но также из этого следует, что нам придется приложить осознанные усилия для того, чтобы снова научиться дышать правильно. парадоксально. Но нам нужно снова этому учиться. Справиться с целым рядом проблем, таких как синдром хронической усталости, депрессией, перепадами настроения, десятками заболеваний, как раз и помогает дыхательный тренажер Фролова ТДИ-01. Еще древний трактат Хатха-йога Парадипика сказал, жизнь — это интервал между двумя вдохами. Тот, кто дышит наполовину и живет только наполовину. Тот, кто дышит правильно, управляет всем своим бытием. Субтитры создавал DimaTorzok